С вами снова канал Видеоньюз и мы продолжаем публикацию серии видео об интересном вокруг нас. Сегодня наш рассказ будет посвящен еще одному пока что чисто теоретическому объекту, который является своеобразным симбиозом между обычной звездой на гигантской стадии или белым карликом и релятивистским объектом. Речь в сегодняшнем выпуске пойдет о так называемом объекте Торна Житков. В 1977 году американский физик и астроном Кип Стивен Торн совместно с польским астрофизиком и теоретиком Анной Житков предложили теоретическую модель гипотетических объектов, которые могут находиться как в Млечном Пути в частности, так и во Вселенной в целом. Чуть позже этот объект назвали в честь теоретиков, которые собственно его и предложили, обставив при этом расчетами и моделями. В советских источниках и чуть позже в российских часто фигурировало название объект Ландау Торна Житков или Ландау Торна Житковой. Как не прискорбно это отмечать, но в этом варианте все же было больше политики и пропаганды, нежели науки, поскольку выдающийся советский ученый Лев Ландау над подобными проблемами не работал вообще, да и умер он задолго до того, как была впервые предложена модель данного объекта. Попутно развеем еще один старый бородатый миф советской пропаганды о том, что Анна Житкова это якобы советский российский астрофизик-теоретик. Видимо в связи с этим в некоторых источниках можно и до сих пор встретить название объекта со склонением ее фамилии на русскоязычный манер, то есть Торна Житковой. Мы не будем спорить с филологами насчет того, как правильно, а как нет. Однако сакцентирую внимание на том, что Анна Житков никакого отношения ни к Советскому Союзу, ни к тем более России не имеет, являясь польским ученым или вернее сказать британско-польским, поскольку в данный момент живет и работает, по крайней мере работала в последнее время в Великобритании, в Институте Астрономии Кембриджского университета. С названием объекта мы вроде бы разобрались. Теперь давайте поговорим о том, что же собой он представляет. Первоначально Кип Торн и Анна Житков в своей работе 1977 года предполагали, что их объект может представлять собой обычную звезду красных гигант с массой в пределе от 10 до 15 масс Солнца, или красный сверхгигант со значительным радиусом, измеряемым несколькими астрономическими единицами, однако со сравнительно низкой плотностью внешней оболочки, температурой поверхности и светимостью на уровне 100 тысяч солнечных светимостей, который сливается или уже слился с нейтронной звездой, имеющей массу свыше 1,4 массы нашего центрального светила. Чуть позже теорию развили дальше, предположив сначала вариант модели с черной дырой звездной величины вместо нейтронной звезды, а потом и с кварковой звездой. Говорить об этих моделях много не будем, поскольку слияние гигантской звезды с черной дырой показало свою полную несостоятельность из-за физических свойств материи при взаимодействии таких объектов, которые мы сейчас привычно называем микроквазарами. А в случае с кварковой звездой, на передний план выходит вообще недостаточность знаний в области квантовой физики в разрезе взаимодействия кварковой материи с обычной материей красного гиганта или сверхгиганта. Поэтому основным объектом в данной гипотетической паре все же со временем стала нейтронная звезда. По мнению теоретиков, существует два способа формирования объекта торно-жидков. В первом случае сталкивающиеся объекты могут быть одиночными, так сказать блуждающими, и могут не входить в состав общих систем. Считается, что данный случай ничтожно маловероятен, и может произойти только в очень плотных шаровых скоплениях. Второй же вариант, вероятно более распространенный, и касается он взаимодействия между объектами в тесных бинарных или кратных системах. Самый наиболее вероятный случай образования объекта торно-жидков, это когда нейтронная звезда в бинарной системе формируется из более массивной звезды при взрыве сверхновой. Так как взрыв сверхновой не является абсолютно симметричным, нейтронная звезда под воздействием результирующих сил от несимметричности взрывного эффекта может уменьшить свою скорость обращения и перейти на более низкую орбиту в сравнении со своей первоначальной. Это может привести к тому, что новая орбита нейтронной звезды станет пересекаться с орбитой ее компаньона. В этом случае неизбежно столкновение двух компонентов. Рассмотрим кратко некоторые моменты и варианты такого столкновения. Если компаньон нейтронной звезды изначально, еще до определяющего взрыва сверхновой в системе, уже стал красным гигантом или сверхгигантом, то тут развитие событий четко описаны в базовом труде Торна и Житков. Как только нейтронная звезда войдет во внешние слои красного гиганта, ее дальнейшее движение вследствие лобового столкновения заметно затормозится, даже несмотря на то, что внешняя оболочка раздувающейся гигантской звезды очень разрежена. Нейтронная звезда по спирали начнет приближаться к ее ядру, по дороге аккрецируя на себя ее вещество. Предполагается, что подобный процесс может занять сотни и даже около тысячи лет. Его финалом станет то, что нейтронная звезда и ядро гигантской звезды сольются. Если их суммарная масса превысит предел опедемера Волкова, то тут все предельно просто. Они окончательно слившись или же в стадии слияния сколлапсируют черную дыру, спровоцировав взрыв сверхновой, который рассеет по окружающему космосу внешние слои некогда красного гиганта или сверхгиганта. Если же заветный предел опенгеймера Волкова превышен не будет, и не будет необходимых массовых показателей для образования кварковой звезды, то в этом случае оба объекта сольются в единую нейтронную звезду. Учитывая то, что температура поверхности нейтронной звезды очень высокая, доходя даже до отметки в несколько сот миллионов, а то и миллиарда кельвинов, она может с легкостью запустить термоядерный синтез в диске аккреционного газа, образованного из внешней оболочки гигантской звезды-компаньона. К подобному результату может привести и сжатие этого газа под действием гравитационных сил образовавшейся нейтронной звезды. Из-за высокой температуры и огромной силы тяжести на ее поверхности могут происходить крайне необычные термоядерные процессы. Водород может сливаться не просто в гелий, как это происходит при обычном внутризвездном нуклеосинтезе, но и спекаться в ходе термоядерных реакций в очень необычные смеси изотопов, включая элементы от лития и гораздо выше по таблице Менделеева. В 2017 году в научном мире была также представлена модель объекта Торна-Жидков, в которой нейтронная звезда взаимодействовала и сливалась бы с голубым сверхгигантом или же яркой голубой переменной типа С-золотой рыбы, иными словами, со звездой, подобной хорошо нам известной Эти Киля. По мнению авторов гипотезы, в этом случае взрыв сверхновой должен происходить еще на стадии проникновения нейтронной звезды во внешнюю оболочку голубого сверхгиганта. В качестве прецедента ученые приводят взрыв сверхновой SN 1987A, которая вспыхнула в туманности Тарантул в соседней с нами галактике спутники Большое Магелланово облако в 1987 году. Прародителем сверхновой тогда стал голубой сверхгигант, чего по общепринятым на тот период теориям просто не могло быть. Именно не обнаруженная пока на данный момент нейтронная звезда и должна была стать, по мнению авторов теории, тем катализатором, который способствовал детонации звезды. Отметим, что критиков у этой модели куда больше, чем ее приверженцы. Однако и опровергнуть ее окончательно также не представляется возможным из-за того, что до взрыва сверхновой SN 1987A звезды Большого Магелланового облака изучались крайне поверхностно, а поэтому что-то сказать на этот счет крайне трудно. Теперь давайте рассмотрим случай, когда компаньон нейтронной звезды – это звезда главной последовательности. При этом нейтронная звезда может войти во внешние слои своего компаньона, что в свою очередь может форсировать процесс превращения звезды главной последовательности в красный гигант. А далее неэволюционированные видоизменения такой звезды в сумме с воздействием нейтронной звезды могут даже вызвать преждевременный сброс ею своей оболочки, оставив после себя горячий субкарлик, который будет потом очень интересно взаимодействовать со своим релятивистским компаньоном. Подобная модель была предложена в 2016 году и пока что не набрала достаточное количество оппонентов. И наконец еще один интереснейший вариант объекта Торна Житков. Это слияние нейтронной звезды с белым карликом. При этом если масса образовавшегося или образующегося объекта превысит предел оппигемера Волкова, то тут его ожидает вполне прогнозируемое обрушение в черную дыру. Если же этот предел не будет по каким-либо причинам достигнут, то на выходе может получиться массивная нейтронная звезда или же даже кварковая при условии, если масса суммарного объекта будет для этого оптимальной. В 1999 году была предложена модель, по которой в описанных выше случаях может образовываться объект Торна Житков с характеристиками переменной R северной короны. Отметим, что эта теория также имеет право на жизнь, но достаточное количество последователей в научном мире все еще не собрало, даже несмотря на свою относительную древность. Считается, что если объекты Торна Житков и есть в нашей Вселенной, то они будут относительно малочисленными, поскольку обязательным условием их существования является наличие тесной бинарной системы, одним из компонентов которой является нейтронная звезда. А из всех известных ныне науки нейтронных звезд только менее 15% из них входят в состав подобных систем. К тому же время необходимое для окончательного слияния компонент ничтожно мало по астрономическим меркам, составляя, как сказано выше, в среднем всего лишь около 1000 лет. Объекты Торна Житков и на данный момент продолжают оставаться чисто гипотетическими, поскольку относительно кандидатов на этот статус учеными не собрано достаточно научных обоснований. В завершении было бы неправильно не сказать несколько слов на этот счет. В 2014 году американский астроном и доцент кафедры астрономии в Вашингтонском университете Эмили Левески изучила в нашем Млечном пути и Большом Магеллановом облаке большое количество красных гигантов и сверхгигантов, в том числе и в разрезе их претендования на статус объекта Торна Житков. Наиболее вероятным, по ее мнению, таким кандидатом стала звезда все в том же Большом Магеллановом облаке, обозначенная как HV2112. Тогда считалось, что эта звезда имеет необычайно высокие уровни содержания в спектре таких элементов, как литий, молебден и рубидий, которые, согласно моделям, могут образовываться в таких количествах в результате взаимодействия нейтронной звезды с оболочкой гиганта. Совсем недавно новое исследование опровергло факт превышения нормального содержания указанных выше элементов в спектре, что автоматически исключило HV2112 из числа претендентов на статус объекта Торна Житков. В 1999 году подобными кандидатами стали звезды У Водолея и Визет Стрельца, которые являются переменными уже упомянутого выше типа R Северной Короны. С того момента эти предположения относительно данных звезд так и остались всего лишь робкими предположениями из-за невозможности предоставить вообще какие-либо существенные научные доказательства на этот счет. А поэтому канал Видеоньюз благодарит вас всех за внимание. Наша команда надеется, что все изложенное в этом ролике было для вас полезным и интересным. Смотрите нас в YouTube, ставьте лайки, рассказывайте свое мнение и пожелания в комментариях, а также подписывайтесь на наш канал и следите за его обновлениями.